В повестке дня встречи три вопроса. Проблемы занятости молодых специалистов в Новом Афоне, отсутствие Дома культуры и обсуждение организации фестиваля живописи и классической музыки в Новом Афоне. Проблемы занятости молодых специалистов актуальны во всех районах республики, отмечалось на встрече. Молодежная кадровая политика должна являться приоритетной частью государственной кадровой политики страны, считает председатель Госкомитета по молодежной политике Тимур Квеквескири. По его словам, в ближайшее время будет создан сайт Госкомитета, на котором планируется разместить информацию о молодых специалистах, проживающих в разных районах страны. Мы хотим сформировать полностью базу данных из тех молодых ребят и людей, которые закончили здесь университет, которые отучились в России, приехали сюда, хотят работать. И для этого нам нужна некая база данных и некая информация об этих людях. Что и закончили они, сколько лет, какая специальность. Исходя из этого, может быть, нам будет легче, конечно, каким-то образом распределять. Настоятель Новоафонского монастыря отец Давид Сарсания рассказал о том, как монастырь помогает решать проблемы занятости подрастающего поколения в городе. С прошлого года Новоафонский монастырь взял на себя обязательства по тому, чтобы быть спонсорами специальной секции при Новоафонской школе подзюдо и самбо. Вот уже ровно год, как у нас работает эта секция, мы дали 55 детям из Новоафонской школы возможность заниматься бесплатно этими видами спорта. Дом культуры повсеместно играет важную роль в жизни населения города. Отсутствие подобного культурного объекта в Новомафоне отрицательно сказывается на досуге молодёжи. Само здание существует, но нуждается в реконструкции, сообщил глава администрации города Феликс Таутия. Речь также шла об организации фестиваля живописи и классической музыки в Афоне, которая может стать ежегодным. Подобное мероприятие – это ещё одна возможность творческой молодёжи заявить о себе. Мы его хотим проводить здесь, в городе Новоафон, соответственно, летом, дабы ознакомить наших туристов и наших жителей в том числе с тем, что у нас в Абхазии помимо природы нашей, да, и красоты много чего есть, много талантливых ребят, людей. Мы хотели бы привлечь как можно больше молодых людей, ребят со всей нашей страны, не только жителей города Новый Афон. В будущем году в городе Новый Афон я надеюсь уже, что состоится этот долгожданный фестиваль. На встрече была рассмотрена возможность внесения фестиваля в бюджет Госкомитета по молодёжной политике. За круглым столом также обсуждалась тема создания местного IP-телевидения, так как помимо Абхазского государственного телевидения почти в каждом районе республики есть местный новостной канал. Участники круглого стола выявили многие актуальные проблемы, с которыми сталкивается молодёжь Нового Афона. Прозвучало и немало предложений по их разрешению.